В этот день 5 марта родился Василий Тридиаков, В этот день в 1953 году ушел из жизни великий композитор Сергей Прокофьев. Однако страна фактически тогда не заметила его смерти, потому что день в день с ним скончался Иосиф Сталь. 5 марта 1712 года Петром I был учрежден Сенат. Этот высший орган власти существовал в России более 200 лет. 5 марта 1478 года Иван Третий привез в Москву Новгородский вечевой колокол. Этим завершалась долгая борьба за присоединение богатейшей русской земли. Новгород всегда отличался от всей остальной княжеской Руси. В этом богатейшем торговом городе правило вече, собрание свободное. И, конечно, местное купечество и боярство. Посадник Тысицкий архиепископ. Он столетиями не знал сильной единоличной власти. Он сам себе был господин Великий Ног. Но во второй половине 15 века над республикой нависла Москва. Молодой великий князь Иван Третий слишком уж энергично стал присоединять все новые и новые земли. Многие в Новгороде опасались, что скоро и их свободам придет конец. Ситуация обострилась в 1470 году. В связи с выборами архиепископа очень крупной величины в Новгороде. Тут на сцену и вышла одна из главных действующих лиц Марфа Борецкая. Богатая боярня, вдова, которая вместе со своими сыновьями решительно встала за то, чтобы порвать с Москвой и присоединиться к великому княжеству Литовскому. Она выдвинула своего кандидата, но тот проиграл. Пост занял Феофил, будущий святой Феофил Печерский. Однако партия Борецких выразила новую идею, чтобы архиепископство перешло от московской митрополии к Киевской, которая тогда находилась в границах Литвы. К тому же в Новгород был приглашен князь Михаил Алелькович, литовский князь. К началу 1471 года в Москве уже ясно понимали, что Новгород стремительно уходит под власть соседнего государства. Лето началась война. Вопреки ожиданиям новгородцев, Литва не поспешила на помощь новым союзникам. К тому же лето выдалось очень жарким, высохли болото, что только на руку было Москве. Ее стремительная дворянская конница могла передвигаться как никогда быстро. 14 июля произошло сражение основных сил. На реке Шелони стало новгородское ополчение. Обнадеживал их и вроде бы хороший выбор места, и то, что москвичей было в несколько раз меньше. Но у Ивана Третьего была выученная конница и талантливый полководец Даниил Колумский. Неожиданным броском он наголову разгромил большое новгородское ополчение. В плен попала почти вся республиканская верхушка. В том числе Дмитрий Борецкий, посадник, старший сын Марфы Борецкой. Несколькими днями позже его казнят за измену. Что характерно, война проходила на гигантском пространстве русского севера. И везде была одна и та же картина. Более малочисленные московские полки рушили новгородское ополчение. На конец 11 августа 1471 года был подписан мир. Новгород терял почти всякую политическую самостоятельность. Но борьба еще продолжалась. У Новгорода еще были и кое-какие свободы, у него оставались посадники, а вечевой колокол все так же созывал народные собрания. Новгород неожиданно сам себя подставил под удар в 1477 году. Оттуда к Иваду приехали послы, которые имели неосторожность назвать его не господином, как обычно, а государем. Дальше разговор был коротким. Вас за язык никто не тянул. Уже на правах государя Иван Третий с войсками подошел к стенам Новгорода. Город принял все его условия. Бывшая республика целиком приседула государю. В Москву в обозе победителей отправлялась Марфа Борецкая. И главное – вечевой колокол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова